слава украине привет всем от полонского ребята хорошие новости это очень даже супер харьковская область напомню бои сейчас происходят на границе харьковской и луганской областей там довольно серьезные бои расисты пытаются продвинуться в сторону купинска так вот там в районе синьковки они пытались сделать прорыв в направлении купинска и и ну чем это кончилось я вам сейчас расскажу а вот что происходит помимо этого смотрите там приехал на инспекцию провальных действий российской армии своей же собственной 6 армии никто генерал-лейтенант перезим был так нет есть такой а может уже да никто перезим приехал туда генерал цельный генерал-лейтенант с погонами лампасами все как полагается пути насос такой знаете фашист капитальный был он в населенном пункте лиман 1 не путят с лиманом лиман давно освобожден доблестными в ссу вот от этой нечисти есть такое село лиман 1 находится приблизительно на границе луганских и луганская и харьковской областей он туда приехал что интересно расследовать провальное действие собственных вооруженных сил по штурму синьковки там напомню рашисты потеряли море техники море лишнего состава они там положили там поля усеяны что трупами рашистов что разбитой техникой рашистской и вот этот генералишка приехал туда значит расследовать как же а как так а кто это сделал да помните когда этот аристарх как же господи прости а кто это сделал да ты же и сделал это что я же самое интересное что вот этого перезева поставили командовать 6 армии после того как за огромные потери сняли некоего генерала другого ершова в еще в марте двадцать второго года да так вот это 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 цирк да то есть один такой мясник был его сняли потому что он потерял пол армии поставили другого мясника другой мясник пришел и ничего лучшего чем мясной штурм не придумал тоже так же кива как его этот попередных да и точно так же посылает всех на убой но естественно их всех там как послал так и получилось да и он приехал расследовать свои собственные действия это класс да это кайф а как а как так вышло кто это сделал да ты же и сделал да так вот он приехал туда наша военная разведка это все прочухала и собственно говоря каким-то волшебным образом затрехсотила его в четырех километрах за линией фронта это в районе лимана первого он был там я не знаю за двухсотчин или за трехсотчин пропагандисты утверяют что за уверяют что за трехсотчин и когда его оттуда убирали его оттуда забирали типа он был в сознании но это это опять это со слова российских этих военкоров вы же понимаете верь и сам факт они передают что он был что до него дошла рука нашего гура или же ссо я не знаю кто там отработал не буду говорить вот достали его но с ним потом произошло это как говорится дело 10 разберемся да что с ним было но интересно интересно самое другое чем закончилось что один дуболом приезжать расследовать действия себя свои же собственные действия которые привели к огромной гибели солдат самое смешное что этого дуболома поставили чтобы раз чтобы как говорится он командовал лучше чем другой дуболом который до него погасил тоже половину своей вот вдумайтесь дуболом на дебиле и дуболомом погоняет возьмите того же другой совершенно участок фронта теплинский да теплинский под крынками который тупо гонит на убой свой лишний состав и там скоро я говорю там скоро будет еще метр там так метр чернозема там будет два метра чернозема за счет того что там чмобиков еще метр чмобиков лежит вот этот вот так воюет россия и если вы думаете что путем замены одного дуболома да там кого-то теплинского на кого-то дуринского они все одинаковые поймите правильно они все заканчивали совковые российские военные училища они все они все просто кровожадные маньяки и вурдалаки и упыри да и от замены одного упыря на другого упыря ничего не изменится потерь будет только больше а толку 0,3 десятых слава зссу